Слава Украине! Город! Слава! Миша! Судебный процесс под гимн Украины. В Харькове судят активиста Евромайдана. Добровольца одного из спецбатальонов Михаила Соколова обвиняют в хранении оружия. Миша занимался волонтерством, пошел воевать. Отвоевал около трех месяцев. То, что вернулся с оружием, это не единичный случай по Украине, как вы знаете. И это оружие не собирался использовать, он хотел его сдать. Потому что, когда он находил из части, у него не было такой возможности. Он был задержан 26 октября на одном из избирательных участков во время парламентских выборов, где присутствовал как наблюдатель. Заметил нарушение избирательного процесса, нарушение прав граждан на честные выборы. И кто-то вызвал следственную группу. По приезду сотрудников милиции выясняется, у активиста при себе автоматы, патроны. Нераздумывая, правоохранительные органы задерживают Соколова и отправляют в райотдел. А оттуда сразу же в СИЗО. Учетом резонансности этого дела прокуратура считает, что необходимо Соколова Михаила Сергеевича отстать под стражей до вынесения приговора. У прокуратуры есть информация, что Соколой Михаил Сергеевич может скрываться от суда за пределами Харьковской области. Под арестом Михаил находится уже три месяца. Как говорит сам, сидит в одной камере с сепаратистами. Как может жить бойцом украинского войска с двумя сепаратистами в одной камере? Как вы считаете? Весело. Бородьба продолжается. У подсудимого четверо детей. Он прошел весь Майдан и воевал в зоне АТО. Опираясь на эти факты и положительные характеристики с места работы, адвокат подсудимого подает ходатайство об изменении меры пресечения. Кроме того, у него абсолютно нормальная позиция, гражданская позиция, активная. Поэтому данный человек никоим образом не может нарушать нормы закона. Поэтому я абсолютно уверена в том, что он будет слушать суд, выполнять все его требования, так как этого требует закон. Заслушав все ходатайства, суд перешел к рассмотрению дела по сути. Начали с допроса свидетелей. Среди них и сотрудник милиции, который в тот день задерживал Соколова на избирательном участке. 7 квитня 2014 года при нападе сферосистов на облдержадміністрацию, вы в складе милиции группы были, как я помню, с маленькими такими стричечками, червоно-колоразскими стричечками. Так что я вважаю, что цей свидетель не может быть свидетельством. А когда я там был, вы можете спросить, пожалуйста. А в 18-го, а в 7-го я каждый день там был. 7-го чего? С квитня. Квитень месяц. 7-го, 4-го, 9-го. Когда затримывали безпосереднюю сферосистов. У меня питание решено. Выслушав все стороны, допросив свидетелей, суд решил в ходатайстве защитницы Соколова отказать. Подсудимого оставить под стражей. Причина – опасение, что Соколов может уехать воевать в зону АТО, а значит, не будет приходить на судебные заседания. Ольга Калиниченко, Евгений Клементьев, 057.UA Продолжение следует...